Тут была пыльная буря, ну деревья наши замыкали провода и к нам пришел староста деревни и говорит немедленно нужно что-то с деревьями делать там. Женя Ищух вышел, вот возьмем Олега левее, чтобы не в яму, вот здесь. Но я не обратил внимания на это особо, это просто фотографию сделал, вот так еще пройти левее, вот так обойди маленько ее туда и сразу вправо поворачиваем, все, поворачиваем. Нужно было сюда приехать и заснять зарождение пыльной бури в каком месте сильнейшее, покажу я на фотографиях-то, но я этого не сделал, там были деревья, мы деревья пришлось валить, деревья обрезать сучки и мы сильно были заняты, вывозили все это оттуда. Ну а когда уже пыльная буря-то прошла, дождь пошел, ну теперь уже я хотел это поле посмотреть как мы к нему едем, вот направо, черная, это лида была паханая и вороненная, и вот это вот правее бери сейчас вот здесь чуть-чуть вот по белой как и полосе, так и юги. Вот так, потом по этому следу мы будем ехать, будем знать, что ничего тут нет. Видите, а среди, мы из деревни выехали, посреди степи тут комарья, море, но мы решили все-таки заснять, посмотреть, как это поле выглядит, но впереди большой основной лог, его надо нам будет пешком перейти. Пока мы вот едем на машине на нашей газели, решились доехать, может было вокруг, но мы были не у зарождения, а в другом месте, в конце только. Я расскажу потом, когда мы выйдем, что это уникальный случай, потому что тут бугор и редкий случай, когда ветер был восточный. Обычно вот с запада идет основная роза ветров оттуда, а здесь сильнейший, редкий такой ветер, и как раз ударяет вот это в налопуш, разгоняет его ветер, и поднимает буквально с камнями эту пыль-то. Здесь уникальнейшее условие для разорождения пыльной бури, и оно подняло к небу, как будто горит тут вся земля. Я сначала думал пожар, но по свету понял, что это не пожар, пыль, а за чего пыль-то? Из-за пыли не видно было, что-то залезо полосой есть или нет. Видите, как шоферу трудно смотреть, он выглядывает, чтобы не рухнуть никуда нам. Вот у нас желание такое было, мы его выполняем. Показать людям, как эрозия почвы идет. Когда поднятие целины было, я считал, где-то не сотни тысяч, а миллионы тонн плодородной земли за тысячи километров ушли. Это все мы здесь вот видели. Вот между этими можно пройти как-то, правее или маленько как взять, не по кочкам. Посмотри как. Это кроты когда-то рыли, видать. Потихонечку пройти. Тут мы не должны сесть. Вот между ними найди, где пройти. Вот так. И сразу влево. Вот что значит пыльная буря? Есть такая книга «Везумие пахаря» американского автора какого-то. И вот сейчас изобрели они такие селки, которые сеют по стерне, когда они не пашут. И оно на определенную глубину зерна кладет, и эрозии почвы нету, и влажность сохраняется. Вот тут есть фермер в подстепной, очень известный, Долгов Евгения. А ты прям через стекло снимаешь-то? А это негодицы. Через стекло это плохие кадры. Это надо прям туда. Ты еще это сказал-то мне. А домой приедем, мы заснимем наши снимки, какие я тогда делал. Еду и все думаю, какой же я-я-я-я. Неужели не мог додуматься, что надо было все бросить? Опять же, на мне верховках сидело несколько человек. Не ведено, убирайте березы, ветки березы на моей задней были. И они как бы замыкали провода. Ну вот, я связан был этим. Вот сейчас здесь разворот сделай. Разворачиваю теперь. Вправо или влево. Все пока. Польше не снимайте. Потом снимем второй ролик. И пойдем через лог, перейдем или нет. Но надо перейти и найти место перехода. И посмотреть, как пострадала эта почва. Это вот большой лог, он идет основной после потопа. Все остальные лошки в него спекают. Я цепочку взял, опять отключил. Попытаемся пройти, посмотреть. А если бы я тот раз-то кадр-то снял, это вообще был бы ролик расчудесный. А если мы не перейдем, мы вернемся назад. Потеря-то небольшая. Вот так. Это уже территория не наша, как и Порщинская. А раньше, когда деревня наша была, толкнулась новая зарядка. Это была наша территория. Мы тут пошли. Мое детство прошло здесь. Вот. Дальше там на Вазуринске этот околок его погубили. Ну все пока. Потом продолжим. Тут вода в одно место собиралась. Вот она все залезала траву. Смотри, каким потоком шла. Тут что можно замерить? Раз, два, три с лишним метра ширина. Это последний дождь был. Ну вот, мы пришли на это поле. Конечно, надо было раньше. Теперь посмотреть. У меня что-то последнее на то было что-то. Инна Тихонич, а с того же тоже пыль шла? Да. И с этого, и с того, да? И с того, и с этого. Давайте потихоньку пройдем вперед, посмотрим. Вот. Видите, наклон. И с этой стороны шел ветер. Это очень редкий случай. Мы стали ветерить. Надо же такое ветрище. И прямо с востока идет. Да. Вон, потеряевка, приблизительно там видно. Оттуда мы смотрели сюда. Может раз в год или два года такой ветер бывает восточный. Да. Вот оно что. Оно выдуло все здесь. Это у них что-то посеяно-то? Или не посеяно? Вот здесь было зарождение пыльной бури. Ужасно смотреть было на сотни метров. Заслало небо. Тут ни солнца, ничего не было видно. Вот оно где. Самые разрыхленные места вот эти вот. И она это все видимо поднимала. Ветер там сам по себе наклонная земля. Если бы с той стороны вот так было, то ветер проносился, ветер-то к низу не идет. А тут всей своей силой ветер ударял одновременно. С всеми потоками. Это мы на самом подъеме на взлобыж. Ой-ой-ой, какие кадры упустил. Вот это никто не предусмотрел здесь. И не думал об этом. А вы видите, как пыль какая вот эта все легкая. Она как пыль. Даже сейчас вот дождь была. Смотрите, вот идешь, вот наступаешь, и она какая. И снова отсюда как дунет, и снова будет она. Я первый раз видел такую пыльную бурю. Обычно, ну просто в воздухе, туманно и все. А это как густой, черный, как будто бы нефть горит. Да. И я говорю, что-то там есть. А вот это место там не видно было из-за нашей березы. А когда вышел к лагерю, залез на башню. Ну тут я и ахнул. Да это же вот наши поля. Ну не наши, корченские. Вот тут начинается. И прямо сразу он видимо здесь вот как бьет. И там он заканчивается вот на взъеме-то, на холме-то. И видимо, дальше поток-то идет кверху. И просто столбом туда идет пыль. И там он километра два-три, оно все застанно было. И туда уносило куда-то. Да, ветер был сильный-сильный. Прям деревья через дорогу там сколько сломало-то, мы убирали-то. Даже ни разу не было, чтобы у нашего дуба, название дуб, так ломало все. Вот мы сейчас подходим на самый взъем. Вот самое большее выдралось здесь. Агрономы раньше ставили маленькие колышки. И после приходили и смотрели на сколько сантиметров меньше стало земли. Ну тут никто не мерил, но и так понятно. Даже сейчас после дождя мы идем и пыль такая из-под ног поднимается наша. Ну все, дальше идти смысла уже нет. Вот это, вон они, столбы видать, чуть-чуть показать. То есть мы на бугор поднялись. Вот он с разгона восточный ветер. Он бил, да еще вот такие полоски, это идеально. Мощный поток, бьет он со всех сторон, расширяет. Она может, вот эта-то была совсем рядом. Самая разрыхленная была. Игорь только спросил, она Баронина была или нет? Я говорю, не Баронину это не поднять бы. Ну люди-то, они не знали это, что такое будет. Как они, сказать, виноваты. Это Господь показал свое всемогущество. Дунет ветром и все исчезает. И горы дымятся, когда Господь прикасается к ним. Вот я сильно хотел сюда попасть, но главное это надо было... Это можно вообразить, когда поднятая целина была, сколько поднимало тысячи тонн. Да. Это все же переворачивали, пахали еще. Да, это распахано когда была. Пыльные бури. Казахстан, Алтайский рай. Это заброшенные остались и никуда не годно. Ну тут повернемся назад. И там второй такой же участок, ну небольшой тут. Сколько его тут? Ну метров пятьсот может быть. Ну да. Ширина больше нет. И второй такой же, ну не больше километра. Общие две пашни, остального тут не было. Вот если бы как всегда ветер дул с той стороны, он бы маленько там захватил нижним слоем. Ну а здесь он просто пронес бы. Ветер не может падать книзу. Он нагревается еще от земли и дальше идет кверху. А здесь именно вот оно как било. Вот я сразу сказал, что здесь на взъеме все условия были для создания мощнейшего потока кверху. И вот здесь они его взвивали, завихряли и там видно клубилось все. Даже не верилось, что это пыль. Пойдемте назад. Как легко проваливается-то смотри. Даже собака идет, какие у нее следы. То есть она как будто бы структура земли нарушена, опустошенная. Мы на нее наступаем, а там как будто пустота какая-то. Может быть верхний слой пыли. Сразу пошел дождь после пыльной бури ночью. Видимо корочку создал. А та-то пыль вон она вся осталась. Эта вода стекала и туда она уходила. Мы что были не пожалеем. Потому что когда мы были... Это где мы были-то? В горелый виноградник-то? Симферополь? Ну в Крыму где-то, да? В Крыму когда-то ехали мы. Ну нужно было доехать, а потом возвращаться той же дорогой. Ну и увидели горелый виноградник. Я никогда в жизни не видел, как горят виноградники. Он уже отгорел, только шаяло там. Почему? Говорят, а там много старого было. Все полностью сожжено. Ну и еще продолжает пни разное гореть. Мы побыли, засняли, поскорбели. Громадный труд у людей пропал. Ну Господь показывает. Почему так не делают, чтобы по стерне. Ну видимо все вооборот. Одно время тут подсолнухи, потом свекла, потом пшеницы. Потому что подсолнух высадки. Я не агроном, просто с чужого слова говорю. Вот она вода шла, вот она видно. Вот она плотная, вот она. Все, тут воды как будто меньше и начали проваливаться. Как это духовно понимать? Духовно понимать так. Вот я понимаю, что почва это сердца человека. Сердце. Оно если взрыхлено, но не занято Господом. То есть еще не взошло, ничего нету. Но дальше ветры учения, лживые ветры учения, ереси все. У человека из головы все выдувают. И Писание говорит, лучше бы ему не познать пути правды, нежели познавшим возвратиться назад от преданной заповеди. И вот такие люди, они смердят. От них идет такое зловоние. Они всякую пакость сделают. Он берет всем злейших и поселяется. Лучше бы не познать. И для таких людей нет жертвы за грех, но некое страшное ожидание огня. Готово пожрать противников. Я вот эту землю обращаю к притче Господней. Как это нам надо понимать? Я не знал, что мы здесь... Как будем идти? Мы сейчас покажем, какие тут камыши и вода, и как мы переходили. Мы собачку-то нигде не пускаем. А тут слишком далеко от деревни, он никуда не денется, а он тут рад и не рад бегает. На днях нам эту собачку чуть не отравили беззаконники. Мы так догадываемся. Отступники такие есть. У меня голубям насыпали всякой пакости, перемешали зерно. Один голубь сдох, а остальное... Они не стали его есть, видимо. Сегодня все выявляем. Подозрение падает только на двоих. Исключительно дерзких, богатступников. Господь покажет, ибо нет ничего тайного, что не было бы явно. Потому что их зло распространяется на то, что не принадлежит ни им, ни мне, а Богу. Это голуби мои, собака моя, недовольны мною. Мы три дня парным молоком отпаивали от нашего шарика. Шарик маленький, беспородный. Он хороший, умный такой. Теперь я его привязываю в семки внутри, чтобы не отравили. Это у нас были люди верующие, они сейчас съехали, их нету. Но перед выездом думаем, что это они. А может быть и не один это делал человек, но похоже, что там электролит с каким-то маслом смазанным. Настоящей отравы не было. А залезли ко мне на голубятни и все это перемешали зерно вот этой мерзостью. Прости им, Господи, они не знают, что творят. Это определенная щеткость. Потому что зло выбора не бывает. Он с ним и вернется. Шарик. Шарик хороший, слезик. Он испугался, когда в машину сели. Он никогда не ездил. Это брошенное было, с разъезда уехали. Маленькая собачонка. Но до того он умный. Глаза у него просто умные. Шарик, подойди сюда. Шарик, позови его. Шарик, шарик, шарик. Иди сюда. Давай посмотрим его. Ожил. Три дня он лежал, не бегал. Но так быстро бегать сейчас не может. Ой, ой, ну хороший шарик. Замечательный. Мы его парным молоком поили, поили. Ему полезно стало. Батюшка баранов колит. У батюшки много баранов. И мясо ему тут давали. И он ожил. У него подпитка была мощная. Вот мы тут, как мы сли сюда. Вот и видишь, я буду говорить. Это лога называется. Это лог. Вот я докажу любому, что... Вот вот здесь внутри. Да, да. Вот сюда, идите. Это потоп. После потопа вот эта вода, как сходила... Иди сюда вперёд. Подожди-ка, иди вперёд. Давай я вперёд. А ты за ним. А я рядышком буду идти. И вода, когда сходила отсюда... Вот она промыла такие лога. Другого объяснения просто нету. Никакого. Вот мы через него не знали, пройдём, не пройдём. Тут Амута были глубокие. Но, бог не будет, мы прошли. Вокруг мы не поехали. Это больше десяти километров. А мы тут совсем недалёко от деревни. Вот такой собор. На второй мостик, когда мы пошли, у меня колодчик был такой глубокий глубокий, там метра четыре. Привезли туда гальки. Дальше... Крупно-зернистый песок. Я всё это сделал, чтобы... Написал, что едут люди, чтобы они могли остановиться и попить. Сделал кружку там, привязал. Но кружка исчезла на следующий день. Я привязал другую кружку, вместо... Синий, красный. Красная тоже исчезла. Я белую кружку привязал. А потом, и каждую неделю у меня ходили люди, вычерпали там 70-80 вегер воды. Это для проезжающих шоферов. Чтобы... Хорошо было. Ну, а кто-то пришёл туда и... Наворотил кучу такую, поэтому... Колодчик там, как корова, потом рухнуло даже, раз его забросили. И пришлось его хвостами засыпать. Видите, у нас... Народ не приучен к тому, чтобы делать добро. Я это делал для них. Туда досок, сруб срубил. Ступеньки сделал. Наспусть села. Сколько метров вниз. Вода отличная, разниковая. А тут трасса была. Машин много ехало. И хотелось для людей создать это удобство. Но... Мой опыт был неудачный. Я там потратил недели-полторы на всё это устройство. И всё пропало у меня. Но когда я копал, я нашёл, что на глубине метр, второго метра, там остатки камыша. Там оно никак. Это на берегу, как бы, вот этого лога, вот этого самого лога. Но... Не у самого конца. Вот на таком месте. Вот. Тут камыша никакого нету. Но там камыш. Это значит, на этом уровне просто камыш. А это означает, была вода. Здесь камыш никогда не бывает. Камыш его... Вот покажи, где он. Вот камыши. Притом разные. Шароковестинные. Тропчатые. Годные для строительства. Вот какой. Ну, там не видать на солнце. Ну, тут вот видать его где. Шарик. Шарик, шарик. Шарик. Шарик, шарик. Ко мне. Иди сюда. Надо взять его в машину. Куда он побежал? Иди скорее, скорее. Иди сюда. Машина уходи. Вот полегра. Наша газель. Лыше она проехала в 15 государств. В 15 государств. Начиная... Иди сюда. Шарик. Иди сюда. Держи. Вот. Вот. Польша, Германия, Австрия. Верно там. Все мы проехали. 15 государств. И 6 южных республик. И Ставрополь. Каждый район. Краснодар. Каждый район. Воронежская. И везде дарил я библиотеке свои книги. Мы подарили на 4 миллиона. Не имея ничего, нам Бог дал богатство. Не имея ничего, мы всех обогащаем. И за 2 года мы вот ездили. В прошлом году мы доехали до находки. Владивосток. И что интересно. Мы могли поехать туда нынче. И мы попали бы. Вот отрезанные были. Но мы на год раньше. А там были в Крымске. Там лавина какая-то сверху прошла. Много жертв было. Мы туда приехали как раз 7 июля в день. Вот этой трагедии. Годовщина. Там на год мы попозже приехали. Здесь прошли на год раньше. Господь нас посередине провел. И мы в общей сложности нынче и в прошлом году 5 месяцев ездили. 80 тысяч километров. И за это время мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч рубричей. Всего мы прошли 444 пункта. Города. Села. Даря свои книги. Потому что книги о духовном. Называется открытым оком. Толкование нового завета. Встречи с людьми были. Ну сейчас вот мы считаем, что отдыхаем. Все. Шарик. Не хочет посадиться туда. Ну-ка иди сюда дружок. Давай-ка мы с тобой пойдем. Опа. Опа. Ой молодец такой. Вот. Все. Опа. 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 Вот мы едем стоян пашней по ту сторону лога большого. Это где была ветряная буря. вот на этой газели на нашей благовестнической едем ездили туда газель и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Столько всяких трав Березы, огромная береза Тут даже где сучки Отвалено и то Пол березы, считай, можно взять Видишь как? Легко брать лес Люди-то живут там каким-то саксаулом А у нас смотри, сколько Тут сушняка полно Так это одна частенька вокруг деревни Раньше было к деревне вплотную подъезжают И спрашивают, а далеко до деревни? Ее не видать, она утопает в березовых полках А синих, вон рядом Через это, покажи, где Много черемухи Ну здесь Спойных деревьев нету Заболитного клеща нет, малярийного комара нет Змей нету Никаких змей нету Они еще такой ужас Увидели и все Чего тут не жить-то? И вот что-то люди все недовольные Где-то ищут чего-то Вот Мы проезжаем Сейчас уже прямо за Потеряевкой Тут мы вплотную подъезжаем Видите, новую дорожку натоптали Легко заготавливают Лес на дрова Привозят уголь Пшеница растет Мука своя Подсолнечник здесь Я уже не разговаривал Он говорит Алтайский край Грещихи Дает чуть не 50% Общесоюзный Так много И Самый в Сибири Богатый Подсолнечником регион Так много здесь Всего Видите, какие травы Это уже после покоса Вот эта трава называется Атава Ну, Канада Атава там А это Атава Видите, сколько нагребли Накрутили Эти Крулок Те годы было меньше, конечно А нынче слишком уж Богатые Ноги Ну, а заготовки-то сделаны, нет? Вот так Это ведь Сейчас мы потеряем Он ее даже видать Уже Протеряем Да, слох Погода будет Но приеду Не знаю Может быть Стролом Или он что-то приболел Там он дальше Строение, где едем Сейчас мимо Это лагерь Там Строение такое Все сделано Яма Аккумулятор Картошка Вот так Быстро заканчивай Потом поговорим Понятно Ну, все, Оля С Богом Я не могу много говорить Все Да не жалуйся Просто переключил И все Сказал Хватит Подробностей Эти не надо Мы съемку ведем Видите, сколько этих Посмотри Прямо Это на малом участке Конца нет Сколько нам вертели Эта сена Это Игорь Барабаш У него всякой аппаратуры Полно Начинал И с чего А сейчас и пшеница У него Ну, родилась Просто одно удовольствие Посмотреть А там сейчас Вот это он проедет С этой машиной Видишь Навертел Это Женя, наверное Да Ничего Вот так Вот слева Тут пруд у нас Это вот Самые Провода Идут Потом В пруду Раньше была рыба такая Отец говорит Карась Большое Там 10-литровое Больше ведро Хвост наружу А теперь Там ничего нет Такая У карашки Этот Крут Назвался Симаковский Значит Он принадлежал Симаковым Это и наличная жизнь Главная была Они Заложили его Запрудили Следили за ним Тут родники Вода Хорошая О Телята впереди Пошли Маленькие Отстали Они входят Здесь А это вот Наш лагерь На него Показал Я показал Остороже Вот здесь Все Вот Тут и вторая улица Нашей деревни Это на Россиолы были Еще в 70-м Гожество Году Был проект Составлен На 700 Жителей А в 72-м Году Уже уехал Последний Житель Почему Официальная программа Заскокина Или как Академик В Академии была Женщина Это ее программа Была Укрупнение Сел На бумаге Это выглядело так Что люди Будут жить лучше Будут выезжать Сюда Обработали Дальше Работали Где-то Тут не надо Пшеницу А получилось Так Села Эти забросили Первым делом Школу Закрывали Электричество Ну а дальше Люди Разбегали Сколько Куда Большинство Уехали Большинство Город Как Наш Вот Мы подъезжаем Видите На территории деревни Курить запрещается Пять Это Игорь Барабаша Козак Синий Мы Въезжаем Сейчас Как раз Потеряевскую улицу Это наш Проулок Был Вот этот Проулок Назывался Кондинский Кондины Жили А вот Тот Лаптинский Это наши Там овечки У отца Было Два загона Две Атары Одна До другой Загоняли Когда в одной Сильно Много Уже Воды А там Другой Вот это Дальше Идет Ну тут Павел Рад построить Теперь Он Хочет Вот Вот Пожалуйста Вот Поезжай Прямо Прямо Поезжай По дороге Тотачем Заехал А Городворот Ого Слышь Как это Устиновые Ребятишки Лиза С Ян Писой Идет Дай я вылез Добрый день Так Постой Я вылез Так Тихо Шарик Пошли Он Ой Ну Ну Какой Гляди Ну-ка Нельзя его Нельзя трогать Нельзя Шарик Ой 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 Ох Он Напугал Как Ох Все Успугались Его Ну Ясно Делал Богатырь Бостя Бостя Сильно Ошталает Послана Давай 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 Продолжение следует... 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 Ну и все, пока. Слава Богу. Благодарю.